29 октября отмечается день вневедомственной охраны. В преддверии профессионального праздника съёмочная группа телевидения Колпашева понаблюдала за буднями сотрудников отдела. Рабочий день гвардейцев начинается с ежедневного инструктажа. Командир доводит до сведения групп задержания текущую обстановку в городе за последние сутки, сообщает о происшествиях или фактах взаимодействия с ОМВД. Сотрудники получают необходимую информацию о людях, которые находятся в розыске, или о потерявшихся гражданах, информируют полицейских и о новых объектах, которые были взяты под охрану. Командир во время инструктажа проверяет внешний вид сотрудников, наличие у них спецсредств, наручников, электрошоковых устройств, газовых баллончиков, служебного удостоверения. Также в экипировке сотрудников Росгвардии предусмотрены каски и бронежилеты. Ежедневно в Колпашеве работают две группы задержания, которые в круглосуточном режиме патрулируют улицы города и всегда готовы оперативно выехать по сигналу тревоги. «Колпашево, ЛАЗО 10, дробь 1, строение 2, магазин трофей, на тревогу снятие. Время снятия 10.41». «Колпашево, ЛАЗО 10, дробь 1, магазин трофей, выдвигаясь с улицы Кирова 36». Специально для нашей съемочной группы сотрудники Росгвардии продемонстрировали алгоритм действий задержания условного нарушителя. Показательный выезд был совершен на один из охраняемых объектов. По сценарию один из покупателей начал дебоширить и выяснять отношения с продавцом, после чего последний вызвал на помощь наряд Росгвардии. «Здравствуйте, что случилось?» «Дебошире человек». «Что тут вообще происходит?» «Успокойтесь, пожалуйста». «Как это можно понимать-то?» Согласно процедуре, нарушители обыскивают на месте и на патрульном автомобиле доставляют в отделение полиции для составления протокола. Молодой сотрудник Колпашевского отдела вневедомственной охраны Андрей Зайцев отмечает, что работа сложная, но нужная. Жители Колпашевского района, как вы считаете, они соблюдают общественный порядок? Большинство, конечно, соблюдают. Не все бывают, что распитие в общественных местах либо в состоянии алкогольного опьянения находятся в общественных местах. Большинство, конечно, соблюдает. Вы давно работаете в отделе? Год. И как вам служба? Все честно, замечательно, все нравится. Опытный коллега Андрея Зайцева Антон Аболдин трудится во вневедомственной охране уже 14 лет. «Я еще со школы мечтал работать в полиции, в силовой структуре. Отслужил в армии, устроился и до сих пор работаю». Что входит в ваши обязанности? «В наши обязанности входит охрана общественного порядка. И самая главная наша задача – это охрана имущественных, физических и людических лиц по договорам». Колпашевский отдел неведомственной охраны насчитывает более 30 оперативных сотрудников. Они следят за сохранностью более 250 объектов на территории муниципалитета, а также более 400 квартир-горожан, рассказал начальник отдела Алексей Бобылев. Благодаря деятельности сотрудников Росгвардии регулярно удается предотвращать различные преступления. С начала года поступающим сигналом тревога сохраняемых объектов было пресечено более 10 правонарушений. Также на маршрутах патрулирования сотрудниками было задержано порядка 60 граждан, на которых было составлено порядка 50 административных протоколов и на 10 возбуждены уголовные дела. 29 октября сотрудники вневедомственной охраны отмечают профессиональный праздник – 70-летний юбилей с момента возникновения службы. В этот день в 1952 году в правоохранительной системе Советского Союза для охраны объектов были образованы первые подразделения вневедомственной охраны. С 2016 года вневедомственная охрана вошла в структуру Федеральной службы войск Национальной гвардии, сокращенно Росгвардия. В преддверии праздничной даты начальник Колпашевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Алексей Бобылев обратился к сотрудникам службы. В первую очередь хотел бы поблагодарить всех сотрудников и работников вневедомственной охраны за слаженную оперативную работу, высокий профессионализм, проявленный при выполнении задач по охране имущества, охране общественного порядка, защите интересов граждан. Особую признательность хотел бы выразить нашим ветеранам за их долгие годы верной службы, закону, за тот опыт бесценный, переданный нам, пожелать всем сотрудникам, ветеранам, их близким крепкого здоровья, мира, счастья, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне. Добавим, с начала года нарядами групп задержаний вневедомственной охраны на территории Томской области было осуществлено порядка 9 тысяч выездов по сигналу тревога на охраняемые объекты, пресечено около 700 правонарушений. Краж сохраняемых объектов допущено не было.